Привет дорогие подписчики и зрители канала Монетомания. Сегодня я вам покажу очень интересную монетку 10 гривен. Такие вот вы можете встречать на сдачу, в магазинах, когда вы платите, в банках. Но эта монета отличается от всех тех, которые вы встречаете. Если эту монету у нас развернуть, мы видим определенный брак чеканки. То есть у нас полностью перевернута на 180 градусов реверс данной монеты. То есть у обычных монет при переворачивании оно у нас не меняется. Здесь мы видим, что на 180 градусов разворачивается портрет. Конечно, эта монета может быть сделана специально, как для коллекционеров на банкнотном монетном дворе Национального банка Украины. Или каким-то образом случайно это получилось. Это сложно сказать. Но если мы перейдем, например, на электронные торги Виолити, увидим, что таких браков было очень много. Еще на Луганском станкостроительном заводе и там с мелочью. И вот даже небольшие повороты, они довольно часто встречаются. Но, к сожалению, цена у них не очень большая. Всего там 20-30 гривен. Вот такие 2 гривны у меня в коллекции есть. У них цена чуть больше 100 гривен, а еще были на 180 градусов 2 гривны. Так что вполне вероятно, что маленькие повороты мы можем встречать. Даже у 1 гривны бывали развороты на 180 градусов. Так что вы можете пересматривать такие экземпляры и находить, и цена до них довольно приличная. Ну, конечно, мне что-то подсказывает, что прям на 180 градусов это совсем заказная монета. Хотя, кто его знает? Что вы думаете по этому поводу? Вот мы можем посмотреть. Кстати, очень важно при покупке таких монет проверять, нет ли подделки под этот брак. Когда вырезается одна сторона монеты, переворачивается и вклеивается, и размещается ювелиром. Так что только заметные вот такие вот вклеивания. Это так называемый брак. Не брак, так называемая подделка стакан. Поэтому, когда вы покупаете что-то себе в коллекцию, обязательно смотрите пристально, взвешивайте монету. Она должна быть только такого же веса, как и обычные монеты 10 гривен. Конечно, сложно подогнать при такой манипуляции, но все равно такие риски могут быть. И спасибо, что посмотрели. Ссылочку на раздел Violet, где эти монеты можно посмотреть, купить или разместить свою на продажу, я оставлю в описании. Не обязательно перейдите, посмотрите, сколько сейчас там лотов. Было 800 лотов на данный момент. И это, конечно, все нас отвлекает от войны, от того, что сейчас происходит. Это немножко дает нам вдохновение, силы, энергию пересмотреть свою коллекцию. Что-то, что нас может наполнить. Не забывайте, что на самом деле мы должны наполняться, должны радоваться. Даже сейчас такой ситуации, потому что мы не знаем, что будет завтра, сколько нам нужно сил на все это, чтобы помогать волонтерам, помогать военным, донатить, делать по максимуму для победы в нашей стране. Поэтому заряжайтесь своим хобби, увлекайтесь, продолжайте рассматривать свои монеты, хотя бы видео, если у вас нет доступа к вашей коллекции, например, как у меня сейчас. Всем добра, мира нам и слава Украине!